привет мой друг в этом видео я расскажу тебе что и как нужно делать чтобы самостоятельно избавиться от заигания меня зовут александр кабанник мне 32 полгода мы уже три из 6 лет до 24 лет я сам сильно заикался но потом я взялся за себя за свою речь за свою уверенность самооценку я много над собой работал потом еще стал психологом и вот уже последние восемь лет я обучаю людей как правильно говорить как делать так чтобы не было запинок стрессов волнения переживаний и всего 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 вот этих штук весь всех которые нам мешают жить и в этом видео я тебе расскажу такой пошаговый план что тебе нужно делать самостоятельно чтобы ты через там пару месяцев научился хорошо уверенно говорить вопреки всем этих вещам о которых мы уже все с тобой хорошо их узнать так первое что тебе нужно сделать это правильно поставить себе цель большинство людей которые смотрят мой канал приходят на него только 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 еще такие запросы еще такие мысли в голове как избавиться от заиканий как вылечиться как что-то в этом это говорит о том что ты мыслишь так что ты будешь с тобой что-то не так что надо как-то лечиться и ищутся какие-то методы способы которые как бы кто-то что-то с тобой может сделать как как бы такую какого-то червяка из тебя вытащишь какую-то болезнь какую-то таблетку какое-то вот внешнего воздействия либо там заговорка это молитва какая-то вот такая вот штука таблетка и гипноз ну как бы все это бесполезно самое важное что тебе нужно по себе поставить цель правильно четко научиться разговаривать не лечиться не избавиться потому что когда мы об этом думаем и еще раз начинаем думать про заикания про какие-то стрессы какие-то комплексы и конечно твое заикание будет еще больше с каждым с каждым раз поэтому этого делать не надо это прям критическая ошибка научиться хорошо говорить везде вопреки вот всем этим вот сложностям которые у нас есть здесь же нужно такая есть нюанс номер два что весь этот процесс все всю эту вот историю ее нужно тебе воспринимать как такой квест как такой вот знаешь как такую игру где ты-ка по сути такой персонаж который начинающий у которого нету там каких-то там сильных навыков сильных каких-то вот вещей но тебе уже преодолевать и там препятствия там страхи их того там бить боссов качать свои скиллы и именно постепенно ты сможешь уже решать какие-то задачи то есть сейчас у тебя прямо си именно сейчас возьми какой-то лист бумаги поставь на паузу и напиши список ситуации в которых ты прямо сейчас заикаешься например ты можешь писать я заикаюсь дома там не знаю с близкими с мамой с папой с женой там еще там дальше я заикаюсь по телефону я заикаюсь по голосовым я заикаюсь при выступлении я заикаюсь там еще там где-нибудь бы тогда делаю какую-то презентацию каждого из вас у тебя тоже будет свой список таких вот ситуации таких вот именно задач и напротив каждого этой вот ситуации напиши твой уровень речи то есть я вот у нас в курсе мы тоже делаем это именно задание там у нас 5 таких вот оценок ужасно плохо нормально хорошо и отлично то есть над напротив каждой ситуации и вот когда ты себе уже оставишься на твоем мозгу вот такую понятную задачу научиться везде во всех этих ситуациях разговаривать отдельно хотя бы на уровне хорошо вот это уже четкая понятная задача вот это не избавиться от заикань а научиться в каждой из этих ситуаций хорошо уверенно и прям будет супер если с удовольствием разговаривать следующий шаг который тоже крайне важен и без этой тоже такой маленькой ментальной настройки скорее всего ничего не выйдет это ответственность взять на себя то что если я где-то сделал запинку это значит что в этот момент прямо сейчас я сам что-то сделал неправильно что это может быть это может быть то что где-то напряглось тело там сбилось дыхание но это я что-то сделался со своим дыханием не то первый момент и второе может быть сбилось внимание мысли дальше мы об этом поговорим но вот этот вот тонкий момент взять ответственность на себя что ставить себе цель научиться хорошо уверенно разговаривать именно второе что если я сделал запинку это прямо сейчас я что-то сделал неправильно не то что заикание вернулась вот там что-то вот на меня там свалилась а вот такой тонкий ментальный момент что взять ответственность на себя за свои собственные действия и за то как именно мы что где следующий большой блок это работа с телом и дыхание как я уже говорил когда я начал заикаться то я очень сильно испугался я помню этот момент у меня мое тело все сжалось напряглось скукожилось и в этот момент меня там все перехватило дыхание горло так я полностью окаменелый как бы мне было очень сильно напряжение в районе живота солнечного сплетения плеч и так далее дальше по ходу жизни я его именно постоянно это напряжение скованность была я к ней привык и скорее всего тебя тоже все твое тело очень сильно напряжено особенно солнечное сплетение плечи скорее всего скорее всего есть какая-то сутулость и все эти вещи они нас сковывают и это мешает очень сильно нашей речь потому что у нас есть такое правило запиши себя чтобы была хорошая речь будет голос будет речь да то есть нужно нужно чтобы твое дыхание твое именно твой воздух именно из твоего тела дошло высота до голосовых связок и в помощи до рта и до языка если этого не происходит у тебя просто нету голоса и ты говорить не можешь поэтому обязательно нужно заниматься своим дыханием но не по методике там стрельника они еще в этом каких-то то есть как бы дыхание да должно во первых нужно здесь сделать несколько задач первое нужно снять напряжение с живота плеч этого всего то есть делая постоянно зарядку то есть первый такой момент то есть особенно на плечи как бы растягивайся второй момент тебе нужно поделать упражнение на то чтобы у тебя был плавный медленный выдох то есть здесь вот например упражнение было где-то сейчас будет эта подсказочка вот здесь будет есть там отдельное видео с упражнением не многие пишут что спасибо что ты это выложил что это действительно работает это помогает ну конечно более подробно там порядка 20 всего упражнений это есть в нашем курсе здесь такие самые основные универсальные которые подходят для всех и твоя именно задача сделать чтобы твое дыхание твой выдох был плавный медленный и не резкий чтобы тебя не было код такого рывка в дыхании когда у нас есть просто когда есть какой-то внешний импульс какое-то слово какая-то ситуация которая нас пугает у нас есть внутренний взрыв и этот именно взрыв он собственно твою речь очень сильно портит и говорит становится очень очень сложно очень сильно тяжело поэтому не надо этого допускать то есть это наша ответственность чтобы нашу работу нашего тела перестроить самое первое что я рекомендую сделать это просто вздох такого облегчения сделать вдох такой медленный плавный 3-4 секунды в живот при этом у тебя будет такой плавный медленный выдох который ты сможешь почувствовать у тебя надувается живот главный комедленный медленный медленный выдох ты во-первых расслабишься во-вторых ты почувствуешь эту струйку воздух который из тебя вытекает и на которой потом нужно будет учиться разговаривать с этим упражнением тебе нужно поработать хотя бы 10 минут именно вот это просто подышать ежедневно в течение пары месяцев чтобы эффект от этого всего и будет накапливать потом уже именно с этим дыханием мы учимся его уже как бы нанизывать сверху на него речь и самое что легкое это просто какие-то цифры сделан такой же плохой раз два три 4 5 6 7 8 9 10 то есть ты уже делать такой же плавный выдох ты чувствуешь который тебя как воду сама себя вытекает и ты делаешь счет раз два три 4 5 6 7 8 9 10 что здесь самое важно чтобы не было никакого усилия чтобы ты не не делал слова то есть какие здесь есть у многих ошибки ошибок огромное к именно количество и человек обычно даже в наших курсах понимает как это работает как это действует обычно недели через две-три то есть поэтому постарайся вникнуть шансы то что ты этого поймешь есть самое важное регулярно это все делать то есть и потом уже с таким же точно дыханием уже начинаешь разговаривать я вот сейчас тоже начинает разговаривать каждое слово отдельно замедляя при этом свой выдох может быть ты немножко это услышал по моему сейчас дыхание я его стал немножечко придерживаться обычного зим рывок а здесь мы свое дыхание делаем сдерживаем то есть мы его сдерживаем свой выдох чтобы он не был какой-то резкий также какие здесь есть ошибки по поводу тела если мы будем переедать у нас будет живот напрягаться будет какая-то скованность будет тяжело говорить то есть поэтому это не надо какой-то тяжелые виды спорта кайта качалка атлетик где-то какие-то поднимаешь все это дает напряжение на живот на 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 пресс мы так скованы напряженность это ищет это какие-то там тягаешь железяки для физического внешнего вида либо для компенсации своих каких-то комплексов чтобы хотя бы в теле оказаться более таким симпатичным то как бы учти эти нюансы например физические управление которые на растяжение хороши йога пилатес зарядки гимнастики где-то что-то тянешься это хорошо где-то там напрягаешь все все тело там закачивание пресса будет неположительно здесь сказываться также здесь еще очень важно то есть погаси в себе любую спешку любую суету какие-то внешние люди тебе что-то обращаются не позволяя себе чтобы у тебя были вот эти рывки спешка века этот суета очень важно научиться говорить каждое слово отдельно и в каждом отдельном слове замедлять свое дыхание то есть это такой большой пункт надо этим уже заниматься два месяца здесь самая большая сам самая грубая ошибка что большинство людей не могут это делать систематически регулярно то есть это все работает эффект от этих упражнений он накапливаться с каждым разом все делать все как бы легче все лучше именно понимаешь нужно все это как бы нарабатывать то есть эффект но первый такой видимо ощутимый результат можно где-то через неделю по именно почувствовать через две-три там через месяц регулярно занятия уже будет явно речь лучше как минимум процентов на 50 при учете того что делать регулярно и правильно конечно по теме идем дальше следующий такой очень важный момент это твои эмоции твои чувства какие с которыми ты это все делаешь очень важно чтобы ты был в настрое такого увольна какой-то какой-то решительности обычно люди которые заикают я тоже от каких-то внешних угроз и от всего заикания мы очень часто избегаем негативных эмоций и мы избегаем стыда мы из мы зимы избегаем речи мы избегаем о какой-то активности и с каждым разом мы боимся все больше то есть это такая большая грубая ошибка чего делать прям я категорически не рекомендую запрещаю я не могу тебе запретить но в общем если ты будешь дальше избегать речь избегать каких-то контактов ну короче говоря у тебя ничего не выйдет будет только все хуже стоп становится с каждым разом потому что каждый раз когда мы чего-то избегаем заменяем куда слова которые не неудобно я тебе прям очень не рекомендую избегать каких-то ситуаций то есть чем более ты активен даже если ты и заикаешь но все равно все равно ты делаешь постепенно тебе будет легче и проще даже если ты не работаешь по какой-то по технике речь если ты избегаешь если ты вот не хочешь сталкиваться с этими эмоциями чувствами находишь какие-то отговорки оправдания отмазки с каждым разом твой страх будет становиться все больше и сильнее тебе будет все тяжелее общаться с людьми и твое волнение будет постоянно постепенно нарастать и недовольство собой и как и конечно сама оценка и в общем как-то ну вот все будет плюс-минус также либо хуже чем сейчас у тебя то что я сейчас рассказываю это не про лечение заикань это про реализацию потенциала тебя твоей личности что из тебя можно сделать человека с большой буквы с большими возможностями с большим потенциалом если следовать вот этим всем рекомендациям то есть вот этот вот нужно чтобы это был для тебя вызов что смогу не смогу то есть как бы им когда-то у тебя есть вызов у нас нас начинает работать и такой рефлекс инстинкт что когда у нас есть страх то есть мы такие как черепашки нас на все на вы напрягается сжимается здесь диафрагма живот у нас останавливается дыхание то есть у нас работает рефлекс притвориться мертвым замереть когда мы себя настраиваем что мы идем именно в атаку что мы идем в бой наше тело наоборот она активизируется и она как бы настраиваться на то что наоборот на раз сжимания то есть и и тебе нужно себя настраивать что ты сейчас пойдешь в атаку тогда у тебя не будет этого такого сильного напряжения такого сильного страха это момент 1 2 нужно учиться вызывать у себя в момент речи положительные эмоции нужно учиться тебе в момент речи вызывать у себя удовольствие то есть если ты видишь мои вот тут эти все виде они какие-то более бодрые более такие позитивные как это все делается это делается специально я себя настраиваю на эти эмоции на эти чувства я могу как-то постараться в себе это вызвать чтобы видео получилось более такое интенсивное более красочное и тебе тоже самое нужно учиться себя как-то вот заводить возбуждать здесь могут тебе помочь аффирмации то есть какие-то вот настроя визуализации себя уже тем человеком которым ты хочешь быть юмор удовольствие разные внутренние такие вот настроек которые тебе на помогут это вот такой у нас большой блок сейчас не могу тебе про него прям подробно то есть так тогда это будет такая теоретическая лекция занять то есть ну как бы здесь можно поработать с психологом здесь можно пойти на какие-то актерские курсы где вот это вот развивать в себе вот это вот непосредственность когда на какую-то вот вызывать у себя какие-то чувства говорить с разными позитивными эмоциями чувствами а не быть таким этим серьезным напряженным от этого вся ответственность все сделать идеально то есть вот это вот штука вот это убирай это тебе ну-ка чем больше ты хочешь каким-то вот выглядеть каким-то вот угодить все это мешает сильно это нужно прорабатывать эмоционально вот этот свой какой интеллект или вот это вот уметь по-другому себя чувствовать на публике и даже получать от своей речи удовольствие это очень важно и следующий пятый пункт он самый важный если этого не сделаешь все остальное да то что было до этого будет практически бесполезно что это такое это практика если ты занимаешься дома на диване значит и дома на диване и научишься хорошо красиво разговаривать все что мы здесь именно проговорили настрой психология эмоции дыхание все это всего лишь подготовка к этой вот последней финальной битве со своими страхами со с теми ситуациями в которых у тебя не не получается то есть это не надо воспринимать какое-то лечение то есть ты готовишься прокачиваешь себя свои там скиллы навыки и идешь в бой надо выдержать выстоять чтобы вот эти вот свои задачи по жизни которые перед тобой стоят выполнить это телефонные звонки голосовые сообщения то есть берешь и каждой из этих задач ставишь их по нарастающей то есть от самых легких до самых тяжелых и идешь каждый за их из этих вещей делаешь хотя бы раз по 10 20 ставишь галочку выполнено то есть каждым разом тебе будет вначале тебе быть тяжело ты будешь нервничать волноваться но ты справишься то есть если ты вот эти вещи ты проделал ты таким образом ты расширить свою зону комфорта у нас есть такая такое понятие как зона комфорта то есть та область нашей привычной жизни в которой мы не нервничаем она на нас она для нас какая-то вот обычная привычная и в ней мы себя чувствуем хорошо комфортно так вот когда мы выходим из-за нее мы уже начинаем нервничать мы в той зоне карта мы хорошо но мы в ней сидим мы деградируем и вне кислим и и по именно поэтому и нет недовольны собой потому что ничего нового в жизни не происходит он там других людей там то-то-то у нас как-то вот не нравится нам то что мы имеем жизнь потому что мы сидим в этой зоне комфорта так вот про зону комфорта есть очень-очень интересная вещь я сейчас тебе для того чтобы ты это лучше всего понял расскажу одну историю раньше к когда вот нас еще лет там 200-300 назад я точно не знаю когда только появились все пушки надо было их как-то перевозить и и придумали что давайте мы их будем перевозить на лошадях ну как бы решили попробовать но ничего не выходило почему дождь лошади шарахались от этого шума от этих взрыв они были в полном бешенстве и боевые задачи выполнять было невозможно и что было придумано взяли этих лошадей специально и на три недели на четыре нам может быть где-то так на месяц отправляли в специальный такой полк где этих лошадей готовили что с ними делали то есть вокруг них специально днем и ночью стреляли шумели орали сначала они бесились бесились весились но потом все стало нормально то есть они просто уже адаптировать они уже перестали на это это воспринимает их уже мозг как же так запомнил понял что это не опасно то есть автоматически для нас как бы и для лошадей и вот для нас и нас с тобой речь всегда было равно опасность речь равно опасность чуть ли не смертельная опасность но чтобы как-то это изменить у себя в своей да и мы должны с этой опасностью соприкасаться регулярно много раз и чтобы у нас ну более-менее там поначалу там может быть вы выходит так сильно но потом стрессу меньше 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 выходит все лучше 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 и выходит так что ты постепенно перестаешь нервничать либо уже от первоначального уровня волнения останется в процент 510 который тебе мешать в жизни уже особо не путь и так делаешь делаешь здесь то есть ты точно такая же лошадь к которой нужно папа под этим обстрелом под этим шумом папа под этим всем много побыть и даже ты чё-то узнаешь из какой-то там из какого-то youtube из какой-то книжки узнаешь какой-то секрет к ним метод особенный и вдруг за за и к ней не будет будет и почему я так именно хорошо могу моя не идеальная речь есть нам какие-то еще шероховатости но я все могу в жизни сделать и выступить и записать видео и все 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 что надо для нормальной жизни даже чуть больше у меня есть возможность это делать потому что у меня в большей степени большой опыт именно проделано много таких вещей то есть это самое важное что ты сделаешь в ходе своей вот этой всей вот работы это самое ключевое и нужно вот эти все задачи выступления телефон какие-то знакомства с девушками мужчинами на улице с бабушками поспрашивать дорогу все это надо сделать есть ну как бы практически нет каких-то курсов занятий где это прямо встроено кроме конечно наших занятий где как раз отдельно этому 4 модуль вот это такой путь это такой план самостоятельного так сказать сделать из заикания из себя человека который умеет хорошо уверенно разговаривать и себя как бы нормально чувствовать на публике я очень хотел бы чтобы ты его этот путь прошел здесь нужно быть очень таким человеком мужественным кто готов на этот весь такой путь если ты хочешь весь этот путь пройти под моим руководством пошагила за ручку там от самого начала до самого конца чтобы до выступлений доме всего то под этим видео есть ссылочка на мой инстаграмм можешь не туда написать и я тебе расскажу что как нужно делать также я тебе прям рекомендую если тебе есть заика какие-то за запинки страхи не уверенность подпишись на мой канал здесь ты будешь получать только самые качественные советы и рекомендации что как нужно делать вправление мозгов как надо правильно мыслить что это мы сами они тоже надо лечиться и так далее жми на колокольчик я буду именно для тебя снимать самые качественные самые такие полезные правильные ролики ну что с тобой был александр кабаник все у нас чтобы обязательно получится подписывайся будет круто потому что целью меня чтобы на нашем канале было десять тысяч подписчиков если я вот вижу что там один плюс один плюс там десять я прям радость так что порадуй меня подпишись